Дневник лишнего человека Ну что ж, коль умирать, так умирать весной. Но не смешно ли начинать свой дневник, может быть, за две недели до смерти? Что за беда? И чем четырнадцать дней менее четырнадцати лет, четырнадцати столетий? Перед вечностью говорят все пустяки. Да, но в таком случае и сама вечность пустяки. Я, кажется, вдаюсь в умозрение. Это плохой знак. Уж не трушу ли я? Лучше стану рассказывать что-нибудь. На дворе сыро, ветрено. Выходить мне запрещено. Что же рассказывать? О своих болезнях порядочный человек не говорит. Повесть, что ли, сочинить? Не мое дело. Рассуждения о предметах возвышенных мне не под силу. Описания окружающего меня быта даже меня занять не могут. А ничего не делать? Скучно. Читать лень. Э, расскажу-ка я самому себе всю свою жизнь. Превосходная мысль. Перед смертью оно и прилично, и никому не обидно. Начинаю. Родился я лет тридцать тому назад от довольно богатых помещиков. Отец мой был страстный игрок. Мать моя была дама с характером. Очень добродетельная дама. Только я не знавал женщины, которой добродетель доставила меньше удовольствия. Она падала под бременем своих достоинств и мучила всех, начиная с самой себя. В течение пятидесяти лет своей жизни она ни разу не отдохнула, не сложила рук. Она вечно копошилась и возилась, как муравей, и без всякой пользы. Чего нельзя сказать о муравье. Неугомонный червь ее точил днем и ночью. Один только раз видел я ее совершенно спокойной. А именно, в первый день после ее смерти, в гробу. Глядя на нее, мне, право, показалось, что ее лицо выражало тихое изумление. С полураскрытых губ, с опавших щек и кротко неподвижный глаз словно веяло словами. Как хорошо не шевелиться! Да, хорошо, хорошо отделаться, наконец, от томящего сознания жизни, от неотвязного и беспокойного чувства существования. Но дело не в том. Рос я дурно и невесело. Отец и мать оба меня любили. Но от этого мне не было легче. Отец не имел в собственном доме никакой власти и никакого значения, как человек. Явно преданный и постыдному, и разорительному пороку, он создавал свое падение. И не имел силы отстать от любимой страсти. Старался, по крайней мере, своим постоянно ласковым и скромным видом, своим уклончивым смирением заслужить снисхождение своей примерной жены. Маминка моя действительно переносила свое несчастье с тем великолепным и пышным долготерпением добродетели, в котором так много самолюбивой гордости. Она никогда ни в чем отца моего не упрекала, молча отдавала ему свои последние деньги и платила его долги. Он превозносил ее в глаза и заочно, но дома сидеть не любил и ласкал меня украдкой, как будто сам боясь заразить меня своим присутствием. Но искаженные черты его дышали тогда такой добротой. Лихорадочная усмешка на его кубах снял с такой трогательной улыбкой. Окруженные тонкими морщинами карии глаза светились такой любовью, что я невольно прижимался моей щекой к его щеке, сырой и теплой от слез. Я утирал моим платком эти слезы, и они снова текли, без усилия, словно вода из переполненного стакана. Я принимался плакать сам, и он утешал меня, гладил меня рукой по спине, целовал меня по всему лицу своими дрожащими губами. Даже вот и теперь, слишком двадцать лет после его смерти, когда я вспоминаю обед на моем отце, немые рыдания подступают мне под горло, и сердце бьется, бьется так горячо и горько, томится таким тоскливым сожалением, как будто ему еще долго осталось биться, и есть о чем сожалеть. Мать моя, напротив, обращалась со мной всегда одинаково, ласково, но холодно. В детских книгах часто встречаются такие матери, нравоучительные и справедливые. Она меня любила, но я ее не любил. Да, я чуждался своей добродетельной матери и страстно любил моего порочного отца, но для сегодняшнего дня довольно. Начало есть, а уж о конце, какой бы он ни был, мне нечего заботиться. Это дело моей болезни.